Это видео будет на русском языке. У меня уже есть видео на эту тему на английском, но оно было снято давно, в кошмарном качестве, мне аж стыдно, поэтому я хотел его переснять заново. В то же время об этой теме существует хоть какая-то информация на английском, а на русском так ее вообще практически нет. Если что, субтитры на английском и на русском. Итак, давайте начнем. Сегодняшняя тема связана с, возможно, одной из самых неожиданных дружб, которая сложилась между людьми из абсолютно разных миров. И, тем не менее, обе группы людей имеют больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Представляю вам алгонкинско-баскский пиджин. Это история о смешанном языке индейцев западного побережья Канады и басков, которые являются коренным народом северной границы современных Испании и Франции. Прежде чем мы реально внедримся во все это, мне кажется, что само название требует объяснения. Пиджин — это грамматически упрощенный язык, который развивается между группами людей, не имеющими общего языка. Примеров пиджинов очень много во всем мире. Они были особо частым явлением во времена колонизации Америки, Африки и Австралии, когда новооткрыватели и торговцы сталкивались с народами и племенами, с которыми у них нет общего языка. А общаться-то как-то надо. Когда пиджином пользуются на протяжении нескольких поколений и на нем вырастают дети, для которых этот упрощенный и смешанный язык является родным, то пиджин перерастает в креоль. Самый известный пример креоля — это гаитянский креоль. Возникший еще во время работорговли в 18 веке, он базируется на французском языке, смешанном с несколькими африканскими языками. Сегодня это официальный язык на Гаите, и он является родным языком около 12 миллионов человек. Но тема сегодняшнего видео — алганкинско-баскский пиджин — так и остался пиджином и никогда не перерос в креоль, так как в свое время он не был широко использован и по историческим данным не было никогда поколения детей, которым он являлся родным. Теперь давайте перейдем к тому, что такое алганкинско-баскский. Баски — коренные жители страны басков, территория которой разделена между Францией и Испанией. Сегодня в мире проживает около трех миллионов человек, утверждающих, что у них есть баскские корни. И из них примерно 750 тысяч разговаривают на языке басков, также известном как эускара. Баски особенно тем, что мы, грубо говоря, до сих пор знаем очень мало о их происхождении. Вкратце считается, что современные баски — это единственные выжившие потомки древних доиндоевропейских племен. Некоторые считают басков оригинальными европейцами. Баскский язык — это язык-изолят. Другими словами, он не связан ни с каким-либо другим живым языком в мире. Он ни на что не похож. Он агглютинирующий и эрогативный. Эти термины не столь важны для темы сегодняшнего видео, но просто знайте, что конкретно эти черты полностью отличают баскский язык от всех других европейских языков. Есть очень много теорий, как так случилось. Есть даже теория, что баскский язык связан каким-то образом с грузинским языком, но ни одна из них не была доказана с абсолютной точностью. Они просто инопланетяне, и непонятно как и откуда эти баски взялись. Тем не менее, давайте перейдем к тому, что такое алганкинска. Семья алгских языков — одна из крупнейших языковых семей в Северной Америке. И подавляющее большинство алгских языков принадлежит к алганкинской подгруппе, простирающейся от скалистых гор прямо до атлантического побережья Канады. Во времена мировых экспедиций и открытий в 16 веке баски достигли восточного побережья Северной Америки, где они наткнулись на различные алганкинские народы, в частности Микмак и Инну. Сегодня людей с микмакскими корнями насчитывается примерно 160 тысяч, а на языке говорят примерно от 7 до 9 тысяч. Инну — около 27 тысяч человек, а на языке разговаривает около 10 тысяч. Баски также сталкивались с инуитами, живущих севернее в арктических регионах, чей язык принадлежит к семейству эскимоско-алиутских языков, но, по-видимому, баски считали их враждебными, и поэтому в основном старались их избегать. Они не имеют никакого отношения к алганкинско-баскскому пиджину, но просто интересный факт, между прочим. Среди всех племен именно алганкинские народы Микмак и Инну, пожалуй, имели самые теплые и продолжительные отношения с басками. И именно так появился алганкинско-баскский пиджин. А теперь подробности. По словам историка Питера Баккера, К сожалению, многие старые историки не осознавали важность роли басков в ранней истории Канады. Некоторые книги о ранней истории Новой Франции даже не упоминают басков, или они говорят о испанцах и французах, когда имеют в виду басков. К концу средних веков баски славились своими уникальными изобретениями и инновациями по строительству судов и рыболовству, которые были одними из лучших в Европе. Именно это и привело их к берегам Северной Америки в поисках рыбы и китов. И таким образом они начали торговые отношения с коренными народами. Баски сыграли настолько значительную роль в исследовании Нового Света, что французы и англичане использовали маршруты баскских китобойных судов, когда сами исследовали эти земли, так как многие из этих маршрутов были короче и безопаснее, чем те известные испанцам. Имеются доказательства того, что баски основали как минимум 9 поселений на Ньюфаундленде и Лабрадоре, преимущественно в области залива Святого Лаврентия, и самое большое из них насчитывало аж до 900 человек. Предполагается, что сам Пиджин возник примерно в 1530-х годах, когда баски начали не только торговать с индейцами, но и обмениваться едой, а иногда просто общаться и играть в игры. Несколько отчетов и записей ранних путешественников свидетельствуют о том, что в те времена коренные народы Северной Америки имели лучшее отношение с басками, чем с любым другим европейским народом. Один из самых ранних официальных упоминаний о существовании Пиджина можно найти в произведении Эстебана де Гарибая, летописца испанского короля Филиппа II. В 1571 году он опубликовал книгу, в которой он утверждает, что баскский язык не такой уж и сложный для изучения, как кажется. Поскольку моряки из провинции Гипускоа и провинции Биская из страны басков каждый год отправляются в только что обнаруженные земли, рыбачить и охотиться, дикие жители этого региона выучили их кантабрийский язык, несмотря на короткий период общения, который составляет менее трех месяцев ежегодно. И если этот неорганизованный и лишенный разума народ способен выучить его, насколько проще было бы учить его благородным жителям нашего старого мира? Не слушайте, пожалуйста, Гарибая, он не знал, о чем он говорит, и все-таки скидка на то, что мужик жил 450 лет назад. Но все же исторически интересная цитата. Золотая эпоха алгонкинско-басковского пиджина приходится приблизительно на период между 1580 и 1635 годами, во время пика басковской активности в Северной Америке. Есть несколько очень интересных свидетельств того времени, с которыми я хотел бы с вами поделиться. Первая из них это отчет французского инквизитора Пьера де Ланкра в 1611 году. Канадцы торговались с французами исключительно на басковском языке. Французский писатель Марк Лескарбо в своей книге «История Новой Франции» 1618 года отмечает «Племена Новой Франции настолько долго общались с басками, что язык побережий наполовину баскский». Лескарбо продолжает писать «У микмаков есть также свой собственный язык, известный только им, хотя для удобства они говорят с нами на языке, который нам более знаком, который смешанный с баскским». И, наконец, самая забавная, по моему мнению, цитата от язуитского миссионера Поле Лежон, который работал среди микмаков и инну в 1630-х годах. Он написал отчет, описывающий использование пиджина между французами и индейцами инну. Я заметил, изучая их язык, что существует определенный жаргон между французами и дикарями, который не является ни французским, ни индейским. Тем не менее, когда французы его используют, они думают, что говорят на индейском языке. И дикари, используя его, считают, что говорят на правильном французском. Я себе просто представляю, как француз и индейец инну общаются между собой на пиджине, и ни один из них не осознает то, что пиджин основан на баскском языке. И они оба супер гордятся тем, что, как им кажется, они свободно общаются на языке друг друга. Это очень смешно. Перед тем, как я вам расскажу о еще более интересных записях и свидетельств того времени, давайте ближе рассмотрим сам язык и то, как он выглядел и звучал. Большая часть словаря, безусловно, базируется на баскском языке. Например, эндья от баскского хандья, что означает большой, кессона от гизона, что означает человек, или анья от аная, что означает брат. Тем не менее, некоторые личные местоимения взяты из микмакского языка. К примеру, кир, что означает ты. Например, на пиджине, чтобы спросить брат, ты капитан, вы бы сказали анья, кир каптайн, в то время, как на настоящем баскском языке это было бы аная, капитайна зу альзара. Интересно, что в результате всего этого межкультурного общения настоящий и современный микмакский язык впитал в себя ряд заимствований из баскского, которые используются индейцами этого племени и по сей день. Например, слово рубашка на баскском аторра стало атоурай на пиджине, что в свою очередь стало атлей на микмакском. Но, на мой взгляд, самое сумасшедшее грамматическое развитие, некоторые историки считают, что это может быть чисто невероятной случайностью, но формула для создания множественного числа для существительных в баскском языке ак совпадает с формулой для создания множественного числа во многих алгонкинских языках ак. Как упоминалось выше, слово брат на баскском – анайя. Поэтому множественная форма братья становится анаяк. Микмо – это форма единственного числа народа на микмакском языке. В смысле «я микмо», «ты микмо», «она микмо». И если мы хотим поставить это во множественном числе, то «мы все микмак», «они микмак». От этого и имя самого народа. Поначалу это может показаться незначительным, но я считаю, что это абсолютно поразительно. Существует две возможности. Первая – это случайность. И если это так, то это какое-то нереальное астрономическое совпадение, что у басков и у индейцев, с которыми они случайно столкнулись, общая формула для создания множественного числа. Но это просто смешно. Вторая возможность – это не случайность. И если это так, то факт того, что столь неотъемлемая грамматическая черта, как множественное число, появилась у индейцев после десятилетий взаимодействия с европейскими посетителями, причем с басками, которые сами по себе инопланетяне, то что индейцы использовали до этого? До встречи с басками? Обе эти возможности – случайность и не случайность – мне кажется одинаково сумасшедшими. Ну просто как так могло получиться? Я пытался найти ответ на этот вопрос, но я не мог найти его. Так что, если у кого-то есть какие-то другие версии, пожалуйста, пишите в комментариях. Помимо этого, в современной Канаде до сих пор существует множество мест, имена которых произошли от баскского. Кроме того, оказывается, что сама фамилия Баск по сей день довольно распространена среди микмаков, особенно в некоторых частях Нью-Брансуика. Хорошим примером этого является доктор Эльзи Чарльз Баск, уважаемый автор и преподаватель микмакского языка, которая всю жизнь боролась с сохранением своей родной культуры и традиций. Она скончалась в 2016 году, менее чем за месяц до своего столетия. Вечная ей память и царство небесное. Итак, конечно, язык это здорово и все такое, и как мы уже обсудили баски, те, кто приплыли на берега Северной Америки, но во время моего исследования этой темы я также наткнулся на несколько увлекательных случаев, когда, наоборот, сами индейцы посещали страну басков. В статье Питера Бакера он пишет Согласно нескольким европейским источникам, баски, а также бретонцы и португальцы иногда везли коренных жителей в свою родную страну. Вождь микмаков Месамуэт был гостем мэра французского баскского города Байона до 1580 года. Другой вождь микмаков утверждал, что его крестили в Байоне до 1611 года. Согласно британскому источнику, два корабля с рядом микмаков прибыли в северные баскские провинции в 1597 году. Даже в 1620 году баски взяли инуитскую семью, это те, кого они считали враждебными, к себе на родину на некоторое время, где, по-видимому, они изучили немного баскского языка. Все эти истории настолько захватывающие и просто суперинтересные. Вот можете себе представить, вот вы коренной алганкинский индейец, всю жизнь живущий у себя в лесу. И вдруг вы садитесь на гигантское деревянное судно и пересекаете океан, что в то время легко могло занять несколько недель и даже месяцев. И в итоге вы попадаете в европейский баскский город эпохи Возрождения. Это, по сути, то же самое, что путешествие на другую планету. Как по этой теме еще не снят голливудский фильм или сериал на HBO, я не понимаю. Но еще интереснее то, что недавно предпринимались попытки установить отношения между микмаками и басками в наше время. В 1996 году группа микмаков из Геспегеваги послала письмо правительству басков с просьбой о создании формальных отношений. К сожалению, похоже, что в итоге эта попытка не привела ни к чему значительному. Однако, согласно записи из баскского информационного бюллетеня Айтора Эстебана, экспедиция под названием Апайзак О'Бето была запущена в 2006 году. Ее участники реально посетили микмакское сообщество и с тех пор пытаются установить отношения. Это же так круто! Хочу подчеркнуть, что в этих проектах нет никакой цели ни спасти, ни возродить никакой алгонкинско-баскский педжин. Это просто история о двух кардинально отличающихся от друг друга народа из двух разных частей света, которые исторически имели хорошие отношения много сотен лет назад. Их предки смогли найти общий язык, как и в буквальном, так и в переносном смысле. И теперь, сегодня, их потомки снова хотят стать друзьями. Здесь просто сплошной позитив и не более того. И вот на этой мысли наш сегодняшний рассказ подходит к концу. Мне очень понравилось исследовать эту тему, и я надеюсь, что вам понравилось о ней слушать. Интересно, что еще есть баскско-исландский педжин с похожим происхождением, так как баски также рыбачили и охотились в Исландии. Но, на мой взгляд, алгонкинский педжин более малоизвестен, чем исландский, и поэтому более интересен. Так что, возможно, я расскажу о баскско-исландском педжине в будущем видео. Именно такие малоизвестные истории и взаимодействия делают нашу всеобщую человеческую историю столь интересной. И это просто лишний раз доказывает, что неважно в какой части света и в какую эпоху, люди всего лишь люди, которые хотят общаться, делиться историями и заводить друзей. Я желаю всем баскам и всем алгонкинским народам, чтобы ваши отношения улучшались и чтобы ваши языки и культуры сохранялись и процветали и передавались будущим поколениям. В описании видео ниже я оставлю множество ссылок источников, которые я использовал при создании этого видео и также несколько для дальнейшего чтения, если вам интересно. Но имейте в виду, предупреждаю, они все на английском. При съемке я переводил все сам. Спасибо вам огромное за просмотр, желаю вам замечательного дня и чудесной ночи. До свидания.